Возможно, все, многие знают эту задачу. Эти двух углов нет. А задача такая, можно ли покрыть эту остальную часть, вот то, что здесь нарисовывают, пускай даже пока не раскрашено, а просто вот не склеить штук бумаги и вырезать вот эти углы. Можно ли их покрыть костями домино, так, чтобы все поля были покрыты и ни одной из углов не вырезала. Кто-то уже хотел сказать, что подняло. У домино есть такой американский посыпатель колон. У нее даже книжка есть, может, она у кого-нибудь из вас в библиотеке имеется. Я откалкиваюсь от этой задачи. Есть много, много всяких трудовых, интересных, оригинальных задач. Вот. А существует еще, может, вам попадалось такое интересное доказательство теорием Пихагора на шахтанной доске. Доказательство теорием Пихагора на шахтанной доске в свое время произвело сильное решение другого чемпионера Михаила Саля, который был восхищен. И, по-моему, об этом, да истин Картубесинова. Кстати, я его брал интервью из журнала «Квант». И вот сказал, что я без детства помню, у меня это решение по-другому шахматы. Но, конечно, шахматисты всегда им приятно, когда шахматы в том, в чем-то проявляются. Вот. Но это я просто привел пример. На самом деле, вот у меня в том числе сейчас «Науке жизни» вышли две статьи. Вызывали всякие доски. И эти две большие статьи, где рассказывается о разных задачах, связанных с математикой на доске, но фигуру практически нигде нет. Это первое направление было. Следующее направление – это… Я его назвал так «Конь-хамелеон». То есть «Конь» – это шахматная фигура, но даже если вы не умеете играть в шахматы, вы знаете, что «Конь» считается такой самой фитрой шахматной фигурой. Даже такое выражение существует под «Конем». То есть человек в «Китре», или что-то там, хочет слукается, он делает под «Конем». И существует новая задача про «Коня» именно в математике на шахматной доске. И они… Многие основываются на том, что «Конь» обладает таким свойством, что на каждом ходу меняет цвет поля, на котором стоит. То есть, я не знаю, знаете вы или нет, но легко объяснить, как поле «Коня». Вот делает два поля и одно, два и одно, два и одно. Вот, собственно, весь под «Конем». То есть он «Конем» буквы «Г». Вот, и он меняет с белого поля, приходит на черный, черный приходит на белый, белый опять на черный. Ну и так далее. Вот так ходит «Кон». Я веду одну шахматную, я правда боюсь, что так мало народу играет, что, пожалуй, даже не буду этого делать. Ну, может, приведу, да. Одну задачку приведу, просто интересный свой соконяк, который здесь появляется. Сделай король на 1, ферс на Ашпи. Ладян на Ашпи. И пешка на Ашпи. Так, верно все. Больше ничего нет. У черных король на Ашпи. Где-то король. Вот, король на Ашпи. Слон на Ашпи. И два коня на Ашпи. Ашпи и на Ашпи еще. Так, и две черные пешки. На А2. Вы, Деписи. А2 и Ж2. Теперь мы должны, должны выиграть. Это так называемая позиция заинтересоваться к хангу. Почему? Потому что, если слон идет, то будет марк. Если плон идет, колено негом уходить, он просто теряется. Пешка, пешка негом уходить. Он может уходить на своем месте. Но, и первый ферс, никуда не может идти, потому что, сразу отойдет в слон, и пешка превратится, и черный раздал в клубок. Вот, как же выиграть? Ты хочешь, чтобы выигрыш показать? Как? Нет, на камеру даже не следят, потому что пешка просто берет, превращается в какую-то фигуру, и не может, еще бы выиграл. Извините, пожалуйста. Да? Извините, пожалуйста. Но пешка может, и с кальюром есть. То есть, может, и с ест. Пешка есть, только на истасон. Да. Сейчас я хочу пешку, и с кальюром. Я хочу пешку, и с кальюром. Если я с кальюром, то есть, вверх не было. Могут, вверх не пешка, и с кальюром. Как ты предлагаешь выиграть? Нет, сейчас я смотрю на русскую. Нет, то есть, то есть, то есть, как ты предлагаешь выиграть? Я предлагаю вам. Стоп, что ты к кальюре не дошла, и не обратилась. Значит, я лучше вам разрешение показывать, потому что, вряд ли не указаешь сразу. Дело в том, что, чтобы выиграть, надо первому шалю и подойти к этому кальюру, и съесть его. И тогда, черт, которые касаются кальюром, они сразу же получат маску. Ну, они будут кальюром, так, а потом, что самое время, когда получат маску, то он хочет кальюром. Поэтому, вопрос, что подойти к кальюром. Двести, скажем, кальюром пошел к кальюром, направился, пошел туда. Вот, не может никогда встать на белое поле. Здесь, ну, что подшарка, не надо, так? Так, теперь, кальюром сюда не пускает, если он пытается, король, подойти с боку, то есть, дает сильный шаг, король берет, и пешка превращается к кальюром, и черные уже выживают, потому что, у меня они просто развязались, мата нет, и так далее. То есть, здесь идея в том, что, король не может встать никогда на белое поле. Как же выиграть, так далее, значит, вперед, так, 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 и вернусь сюда, когда его не пускает, он пошел дальше. На белое поле выстать не может. Так, 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 и теперь, следует неожиданно, еще этот поле, он встает на белом поле. Это единственное поле, которое, словно, может, так, или шаг. Он меняет сверху, шаг пошел уже дальше по черным полям. И просто, приближается, и все, он съедает. Так, так, теперь на 5-й малый, где-то шага, поэтому он отдает, возвращается, нельзя, он отдает, отдается, и все, и черный, нужно дать коня, слон должен уйти, и все, и все, и все, Но эта позиция, вот это просто, такая островная позиция, она основана на том, что надо обмануть коня. Обмануть слона, нужно поменять свет. Этот конь, или его входит, и он должен поменять свет, чтобы подойти к этому углу, иначе, к углу не подойдешь. Ну вот, я на этом, на этот первый раздел заходил, на этом, о конях-миллионе он закончен. И в этой книжке у меня собрано много-много всяких задач, а следующий раздел, это называется «Задача о ходе коня». Ну, вы, наверное, о ней слышали, видите, потому что она сейчас встречается в различных головолоках, там нужно пройти конем, и какое-нибудь выражение, или какая-нибудь стручка составит, что-нибудь такое, какой-нибудь смешной текст. «Задача о ходе коня», она, чем-то, не планируется задачей Эйлера, который имеет и математик, и вникался, и предложил разные решения, значит, задача заключается в том, чтобы обойти конем всю шахмутную доску, посетив каждое поле ровно один раз, в этом состоит задача. Тогда я буду делать. Это уже к шахмуту не имеет нашей интересной мультипатической задачи, нужно обойти конем всю доску и вернуться на исходное поле, ну, или не обязательно, если он возвращается в коне исходное поле, то такой маршрут называется замкнутом. И этой задачей занимались многие выдающиеся математики, находили разные приемы, существуют многие алгоритмы для ее решения. Задача, описывая, есть там метод мидинга, есть, я даже читаю в себя про книжки, метод Риммана, мунт и колени, метод полинья, корожей, метод магического квадрата, и так далее, и так далее. Медтейнеры, интерфорты, много-много. Ну, целая глава это посвящено, и целое направление. У этой задачи имеется много обобщений, самое интересное из них, это, когда мы рассматриваем не обычную шахматную доску, а доску производственных размеров, то есть, м на м, то есть, м вертикали, допустим, и м горизонтали. Здесь, наша доска 8 на 8, она может быть 20 на 20 любого размера. И так, возникает даже, и даже не обязательно квадратная, разные могут размеры. И задача возникает так же, тоже вопрос возникает, может ли коня обойти всю доску и вернуться на исходное поле? Или просто обойти всю доску, как бы важно на коровом поле один раз? Известно, то есть, доказано, что это можно, значит, если поле всего одно, а то поле просто не стоит, и тут нечего обходить. Если поле куда-то попадет, когда на это поле не попадет, то вы понимаете, он может быть вот так за кругом, вот так будет ходить, и когда-нибудь подняться. 3 на 3, доску он тоже не обойдет. Но самое интересное, что он не обойдет и доску 4 на 4. Это уже не так ощеринно, но можно доказать. Доска 4 на 4, такая-то доска, ее должен нельзя обойти. Не лежать. Можно так доказать, что вот если взять центральные 4 поля, 4 поля, то на каждом поле должен прийти и уйти. То есть, эти 4 поля дают нам 8 ходов. Есть еще вот вокруг поля. Угновые поля, они все равно себя засетены, значит, они будут ищены. А вот эти вот эти поля, А2, А3, B1, B4, C1, C4, и D2, D3, они образуют 2 квадрата. Вот такой А2, B4, D3, C1, 1 квадрат, и А3, C4, D2, B2, D3, C4, D2, D3, C1, D2, A1, D2, 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 D3, D2. C1, D2, 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 D2 квадрат. 2 квадрата причем они замкнуты поэтому все четыре входа по этому параду не могут войти во вход коня потому что тогда ему не будет он никуда не идет он так будет ходить все время предсказатель всего так поэтому хотя бы один ход из этого маршрута нужно сбросить поэтому получается с каждого квадрата нужно сбросить одно один ход получается 2 квадрата и теперь 2 квадрата 3 может быть маршруте тест 3 плюс 3 6 и у нас после полета за 1 квадрат 6 плюс 8 получается четырех ходов обойдет 4 4 то есть 16 полей сколько доходов чтобы обойти доску четыре на четыре я вам сказал краткое решение но если говорить о параду доску то начинают застегать на 5 уже все любую доску любого размера кони может обойти это легко доказать существует разный метод в частности у меня приведите и здесь конечно это и то чтобы охотник 3 а следующие ножки они как бы отравляются собой рамкой и показан как перейти на эту рамку обойти ее и вернуться в доску исходную и так каждый раз мы будем добавлять все больше и больше рамку больших размеров а также исходную доску и будем обходить любую доску так что это задача я кое-что о ней рассказал но это такая классическая задача который даже знаменитой математике посвятили много литературы и у того же Эймера была была знаменитая статья которая называлась решение одного любого вопроса который кажется не поддается никакого исследования разумеется он имел ввиду что не подается никакого исследования это не то что он не знает как обойти обойти он может но интерес когда это задача решает конечно всех интересовало сколько же существует решение вот это конечно никто не мог найти и до сих пор никому это неизвестно сколько существует всего разных маршрутов коня вокруг всей доски ну вот это мы с вами отошли до третьего раздела четвертого раздела это я его называю так часть богатырь это я собрал разные разные математические задачи которых вторых существует но кроме естественно задачи восьми физиках это стоит отдельно вот она довольно симпатичная задача прямое отношение ничего на доске нету вот у белых король и шерсть а у черных король больше ничего нет надо поставить мат надо да но при одном условии что не подожди при одном условии что белый король не может стоить вот еще на чайхи то что королю не заходить задачу я называю так неприкосновенный король короля трогать нельзя это не интересует поставить мат значит понятно что короля это надо задать туда-сюда и потом поставить мат